всем привет снова мы с вами находимся в аббатстве это аббатство святой марии ну или по-другому это мужской монастырь и это считается католическая церковь кто хочет внутри побывать видео для вас всплывает наверху ну а я хочу погулять и показать вам кое-что здесь еще на мой взгляд очень-очень интересное но знаете как обычно бывает я вот иногда аж подпрыгиваю от предвкушения когда монтирую и делаю вам какое-то видео не часто такое бывает но вот бывает и вот это одно из них что я думаю боже как должно понравиться моим зрителям просто супер я с замиранием сердца выкладываю это видео и смотрю что как-то оно не заинтересовало моих зрителей почему-то просмотров мало и как-то знаете вяленько-вяленько вот от чего это зависит я даже не берусь сказать ну да ладно что будет то будет увидим как говорится сегодня у нас суббота 12 ноября 2022 года и еще один очередной великолепный день который я конечно же не могла пропустить и я вот гуляю с вами сегодня у нас плюс 16 градусов очень очень теплая и прекрасная осень но как говорится вишенка на торте она будет немножко попозже а сейчас я хочу дать вам послушать вот это вот пение это григорианские песнопения если кто-то знает здесь эта музыка звучит в монастырском магазине поэтому я вам ее и даю послушать и также показываю вам что все это тоже сделали монахи этого монастыря часто мы с вами здесь гуляли я вам показывала вот это вот старинная церковь нормандская она очень старая это 12 век вот это было раньше такое аббатство старинная она здесь осталось это здание и вот сохранилась странным образом никогда я конечно там внутри не было но вам часто показывала снаружи и вот она вишенка на торте я всегда хотела побывать внутри конечно же и всегда мечтала конечно же вам показать как это старинная церковь выглядит внутри и вы знаете здесь жил старый монах очень очень долгое время и выглядела эта церковь совсем по-другому сейчас я найду вам видео вот она старая мое видео как выглядела не еще три года назад это же самое аббатство вот видите здесь мне казалось что она была как-то слишком все в кустарнике заросшее такое какое-то немножко не ухоженное но получается что вроде бы когда же и не совсем сильно изменилась тут что-то ну наверное если присмотреться то конечно видно что изменилась так как я сказала что здесь долгое время жил одинокий старый католический монах бенедиктинец он любил здесь сидеть вот на лавочке на этой на солнышке я его часто здесь встречала вы знаете у него такая внешность очень специфическая такой красивый породистый был монах ну и в конце концов этот монах умер несколько лет назад дом этот опустел и вот именно тогда и начала здесь грандиозная перестройка видите как теперь выглядит этот дом он обновился здесь довольно долго ремонтировали все внутри я проходя мимо тоже это все видела по-моему даже у меня в каком-то видео было это уже сейчас искать не буду не помню но вы видите что все преобразилось так вот я что хочу вам рассказать то сейчас мы с вами сможем зайти внутрь а почему мы сможем зайти внутрь потому что теперь это церковь старинная она полностью переоборудована и переделана в гостевой дом и и теперь любой желающий заплатив деньги может попасть на несколько дней вот в это вот старинное здание нормандское двенадцатого века и так не буду вас больше томить давайте зайдем внутрь и я вам все расскажу и покажу открываем чугунную дверь восемнадцатого века исполненную под старину и попадаем сразу же в просторную гостиную здесь в этом доме внутри могут располагаться сразу четыре человека мы видим дровяной натуральный камин в столовой все здесь красиво обустроена современная мебель светлые стены даже представить сложно что этому зданию почти 900 лет умеют же англичане хранить старину посмотрите как современно выглядит кухня оборудованная здесь полностью ванная комната тоже современная ванная комната как обычно совмещена с туалетом все очень чистенько аккуратно здесь мы видим какое-то подсобное помещение тоже для отдыха очень красиво типа консерваторе ну и на втором этаже здесь находятся две спальни с огромными двухспальными кроватями посмотрите как здесь тоже все уютно обустроено вторая спальня рядом с первой из которой есть выход в душевую комнату вот получается что ванная на первом этаже а на втором этаже душевая тоже вполне современная и также мы можем увидеть это изнутри дворик который никогда я например до этого не видела тоже очень красивая патио здесь оборудована для приезжающих гостей вам конечно интересно сколько стоит все это так вот чтобы снять этот гостевой отель нужно заплатить сразу за четыре дня как минимум а в день проживания стоит сто двадцать пять фунтов стерлингов то есть получается что вы должны заплатить 500 фунтов стерлингов за четыре дня вне зависимости от того сколько человек будет здесь проживать удивительно что этот фермерский дом еще только начал функционировать и наверное мало кто знает о нем но сюда попасть довольно сложно и нужно заказывать бронировать места заранее поэтому если кто-то желает может быть когда-нибудь здесь остановиться то пишите мне я с удовольствием помогу вам ну а на этом я с вами прощаюсь друзья надеюсь что вам понравилось сегодняшнее мое видео надеюсь что вам понравилось старинное аббатство и вот этот прекрасный нормандский фермерский дом а я на этом с вами прощаюсь еще увидимся всего вам доброго берегите себя пока пока